Сегодня я хочу поделиться своим опытом работы со скуловыми имплантатами и на самом деле все течет, все меняется и через свою презентацию я бы хотел показать, что изменилось с момента открытия этой методики использования скуловых имплантатов после сегодняшнего дня Конечно же, что плохое оно должно быть заменено а что хорошее должно остаться И позвольте вам представить на самом деле методика скуловых имплантаций в моей практике началась с обычного клинического случая, когда обратился пациент с такой ситуацией полностью рта понятно, что на момент обращения нужно было предложить пациенту аугментацию двух синусов и установку необходимого количества имплантатов что в принципе и было произведено в операционный период мы сделали аугментацию установили имплантаты надо отметить то, что мы не знали тогда, что применение и использование съемных протезов приводит к деградации остеогенного слоя надкосницы и это привело нас вот к такой ситуации через 4 месяца неудача имплантаты были дезинтегрированы что-то улетело в пазуху остальная часть, на которых мы видим с вами формирователи десны тоже имело сомнительную острую интеграцию частично фибра частично острую интеграцию соответственно, конечно же в попытках реабилитировать пациента традиционными способами ничего хорошего нас не привело и пациент по-прежнему оставался без зубов со съемными протезами освоив познакомившись с синтоникой сколовых имплантатов я пациенту предложил еще разочек рискнуть и сделать все-таки по одному из протоколов которые позволяли реабилитировать данного пациента и нам удалось это сделать пройдя все определенные периоды прижимления имплантатов мы получили хороший результат и изготовили несъемную конструкцию о которой мечтал пациент время реабилитации этого пациента составило больше полутора лет и через полтора года он получил заветные несъемные зубы безусловно, конечно, это все в режиме презентации рассказывается очень быстро но на самом деле полтора года это не маленький срок и вся ответственность, которая лежала на нас первым моим пациентом был уникальной коллеги Аркуши из группов кто не знает кто-то не знает мы музыканец Алтек напомнили вам об этом творчестве группы то есть вся наша работа была направлена на то, что бы этот человек был снесен зубами Какова же суть метода применения сколовых имплантатов? Безусловно, сама методика по названию сколовых амбландатов Мы сразу же понимаем, что это будет реабилитация верхней челюсти В каких ситуациях это выраженная атрофия в боковых отделах верхней челюсти Выраженная атрофия как в боковых, так и в переднем отделе верхней челюсти Отсутствие фрагмента верхней челюсти И отсутствие верхней челюсти вообще То есть это такие ситуации, когда это травматический фактор Либо онкология приводит к такому состоянию пациентов Мы с вами находимся, точнее я нахожусь в амбулаторном приеме Поэтому мне больше интересуют атрофичные процессы В ряде которых я могу реабилитировать пациентов без применения костной пластики Безубая верхняя челюсть И вот здесь мы можем посмотреть на рентгенограммах Как это все выглядит, в каких ситуациях что мы можем применять Точно так же эта методика сегодня подразумевает определенные протоколы Определенные протоколы лечения И эти протоколы на сегодняшний день все отработаны То, что сейчас представлено на слайде Сочетание скуловых имплантатов с обычными имплантатами При определенных условиях мы можем использовать именно вот эти протоколы Которые нам необходимы Когда используется в сочетании с двумя имплантатами Это значит, что в фронтальном отделе должно быть необходимое количество костной ткани Для воспринятия имплантатов определенной длины, определенного диаметра И в боковых отделах для поддержки используются скуловые имплантаты Если у нас такого объема в фронтальном отделе недостаточно Мы должны уйти на другой протокол Когда мы должны установить 4 имплантата в фронтальном отделе меньшего размера И в качестве боковой поддержки используются скуловые имплантаты Точно так же при концевых дефектах можно использовать скуловые имплантаты В сочетании с обычными кристалями И если у нас на безумной челюсти не хватает костной ткани для обычных имплантатов определенного размера Мы должны уйти с вами на протокол квадрозигома Ну и вот исторически от времен бронемарка, начиная с 98 года Когда появляются первые скуловые имплантаты То, о чем говорит профессор бронемарк В 21 веке никто из пациентов не должен уйти с вставной челюстью в стакане И как раз таки скуловая имплантация позволяет даже в условиях высокой атрофии Реабилитировать пациента в кратчайшие сроки Обратите внимание на момент 98 года скуловой имплантат фронемарка Это титановый имплантат с резьбой Резьба определенного типа И здесь только лишь механическая обработка имплантата Нет никакой пескоструйной обработки, кислотного травления И уж тем более тайлайт-покрытие, которое появится чуть позже То, что методика появилась в 98 году Это уже большой прорыв, большой успех Но имплантаты бронемарка не лишены своих, скажем так, минусов И здесь как раз таки я отмечаю на слайде Что дизайн покрытия имплантата оставляет желать лучшего Способ установки имплантата по бронемарку Когда ортопедическая платформа находилась слишком негно Это тоже не есть хорошо Я сталкивался с коллегами из Европы Которые говорили о том, что особенно ортопеды Мы не хотим работать со сколовыми имплантатами Потому что дизайн протезов очень сложный Пациентам сложно адаптироваться И мы не хотим работать в таких условиях Но большим плюсом является то, что в процессе разработки И внедрения в клиническую практику сколовых имплантатов Появляется такая программа планирования Nobel Clinician Которая была специально создана и разрабатывалась под сколовые имплантаты Но для сколовых имплантатов по сей день Шаблонная хирургия не применяется По ряду причин Потому что есть огрехи даже в диагностике И переносы диагностики в программы планирования Есть такой эффект бенолизации Который отделяет мягкие ткани от постной структуры И вот этот эффект пока не стандартизируется Мы не можем говорить о точности применения навигационной хирургии В повседневной практике работая с длинными имплантатами Но тем не менее на предприятии Нишин нашла другое применение Со стандартными имплантатами она хорошо справляется Несъемные протезы при выраженной атрофии в кратчайшие сроки Это конечно действительно очень хорошо для наших пациентов Особенно пожилого возраста Когда у них нет времени в ожидании чуда Когда прирастет тот или иной аустентат По той или иной методике Когда прирастут имплантаты в аргументированную хвост И результативность этой всей истории Тоже будет всегда идти с какими-то отклонениями по результатам И то, что мы не используем костную пластику Это все радует конечно же нашего пациента В процессе преобразования Когда Пронимарк создавал этот имплантат Самым негативным моментом было то, что винт фиксирующий абатно Проходил насквозь тело имплантата Это тоже навлекало некие осложнения после операционного периода Вот это вот перфорционное отверстие в арбикальной части Тоже это как пережиток прошлого Когда еще наши великимы думали о том Что трапикулярная кость прорастая через отверстия в теле имплантата Будет давать ему большую стабильность Точно так же этот элемент и навлекал некие осложнения Которые связаны с скуловой имплантацией Мы свою чуть попозже об этом проговорим Вот такой дизайн протезов по Пронимарку Да и конечно же ни ортопеды, ни пациенты Не хотели иметь такую конструкцию в волосе рта Несмотря на то, что имплантаты были стабильны Программа Нобель Клинишин Позволяет произвести виртуальную установку имплантатов Но не позволяет сделать заказ на сам шаблон И это правильно И тот вот эффект бинаризации, о котором я говорил Он не позволяет даже на сегодняшний день При развитии Нобель Клинишин Который сейчас перераслал Изгайта систему Она не позволяет производить навигационную хирургию Несъемные протезы вот такого дизайна Конечно же уже гораздо лучше Воспринимаются пациентами Адаптация происходит гораздо быстрее, чем тот дизайн И все направлено на то, чтобы пациентам было лучше Пациентам было комфортнее Реабилитация должна быть быстрая Малоинвазивная На сегодняшний день, как говорит Андрей Ильич Ревенко Что сколовая имплантация является Малоинвазивным способом реабилитации Сложных пациентов с выраженной атрофией на верхней челюсти Но, как и любая методика, я уже говорил Есть плюсы и минусы И как раз-таки задача клиницистов и инженеров Убирать все те негативные моменты Которые связаны с проведением методики Как с дизайном имплантата Инструментарием Да и сама техника установки имплантатов Тоже претерпевает изменения В 2008 году появляется возможность Реабилитировать этих пациентов С немедленной нагрузкой И это благодаря работам Рубена Даво Появляется имплантат Тайвунайт покрытием усиливается цервикальная часть имплантата Уже винт фиксирующий абатом Не проходит насквозь И это уже исключает одну ошибку Которая приводила к свечевым ходам В полусинуса В опекальной части сохраняются Конечно же вот эти перфорационные отверстия Но тем не менее За счет Тайвунайт покрытия И хорошая стабилизация имплантата Во время операции Позволяет нам делать немедленную нагрузку То есть уже с 1998 года Спустя 10 лет Идут преобразования Как в самом имплантате Так и в методике Которая позволяет делать немедленную нагрузку Ну вот давайте мы сейчас коснемся осложнений Какие бывают осложнения Связанные с этой методикой Они делятся на две группы Это интероперационные и послеоперационные осложнения К интероперационному осложнению Будут относиться вот такие вещи Как перфорация гаймровой базуки Перфорация глазницы Перфорация скуловой арки Перфорация основания черепа На мой взгляд Вот эта вот история С перфорацией основания черепа Она в практике клиницистов встречалась И поэтому ее в эту классификацию внесли Но на следующих слайдах я вам покажу Что это невозможно и неприменимо При правильной работе с этими имплантатами Кровотечение из задней верхней авиолярной артерии Которая в 15% случаев Проходит внутри коста На пути следования нашего Остеоатомического отверстия Когда мы формируем на передней стенке пазухи Окно для безопасного проведения Скулового имплантата От арвиолярного отростка До скуловой кости И повреждение скуловесочного Сосудистонервного пучка Который находится у нас в теле Скуловой кости В проекции нижненаружного края орбиты Это сосудистонервный анастомоз При его повреждении Может возникнуть стойкое слезотечение у пациента Поэтому наша с вами основная задача Знать эти опасности И по возможности их избегать При проведении установки сколового имплантата И по сути интероперационные осложнения Будут наверное связаны больше С нашими с вами знаниями И внимениями в проведении Установки сколового имплантата Вторая группа Это послеоперационное осложнение И на первом месте стоит синусит Это самое частое осложнение Которое связано с скуловыми имплантатами Это не значит, что каждый второй установленный имплантат Будет приводить к синуситу Если мы посмотрим с вами на другую статистику Что выживаемость, приживляемость имплантата Гораздо выше, чем у кристальных имплантатов Степень осложнения, связанная с методикой скуловых имплантатов Также в пределах 10% И из этих 10% всего лишь основную часть будут занимать синуситы Это 8% Все остальное это перфорация слизистой полости рта Фистулоскуловой области И потеря имплантата Потеря имплантата, если у нас 98% приживляемости То 2% это в принципе не тот высокий процент Ну и вот хотелось бы вам показать вот это вот осложнение Которое сюда вписано во всей мировой литературе И в методике, в методических указаниях Обратите внимание, где у нас альвеолярный отросток Где скуловая кость, где основание черепа Как нужно установить имплантат, чтобы перфорировать среднечерепную ямку Хотя в практике и в Америке, и в нашей стране Были такие случаи, когда скуловой имплантат устанавливался именно в эту анатомическую зону И эта анатомическая зона опасна тем, что у нас находятся ядра черепных нервов И от нескончаемых болей пациенты либо сразу же из операционной уезжают в прозекторскую Либо поканчивают жизнь самоубийством, как это было в Америке в 2010 году Пациентка покончила жизнь самоубийством Даже наркотические анальгетики не способствовали снятию боли Поэтому, если мы используем скуловую имплантацию в правильном направлении Мы никогда не получим этого осложнения Ну и послеоперационные осложнения, которые я вам говорил Это самые частые синуситы Наша с вами задача профилактировать эти состояния И у нас не будут возникать проблемы в раннем послеоперационном периоде На самом деле, всегда есть вопрос Вызывает имплантат синусит или не вызывает Это, наверное, к имплантации для меньшей степени будет относиться Первое, это то, что мы должны оценить состоятельность соустия Естественного соустия Здоровость, скажем так, лор-органов Это на самых ходах нет никаких утолщений До проведения наших манипуляций И на самом деле, сейчас то, что относится к показаниям или противопоказаниям К проведению синуситинга Будет относиться их к установке скуловой имплантат Поэтому лор-органы должны быть здоровыми Если у нас установлен имплантат И может возникнуть гайморит Через 5, 7, 10 лет Конечно, может У нас есть гайморит адентогенного характера и риногенного характера Поэтому если гайморит возникает Спустя год, два, три после нашей операции То это, скорее всего, патология другого характера Не важно, какого гелеза будет у нас синусит Я могу сказать, что при сохранении имплантатов У нашей ортопедической конструкции Сохранные имплантаты Лор-специалисты спокойно справляются с этой болезнью Хотелось показать вам слайд Который относится и к интероперационным Так и к послеоперационным Если ты установил имплантат в орбиту Во-первых, ты в такой картикальной кости Не получишь хорошей стабилизации имплантата И нагружать такой имплантат не имеет смысла Чем опасна орбита? Орбита опасна тем, что при проведении При сверлении костной структуры Наше сверло проходит из родовой полости Через гайморовую базу Через слизистые структуры И всю эту гадость вносит в зону орбиты Мышцы находятся в другом месте У нас в основном здесь представлены Жировой перчаткой Глазное яблоко мы никоим образом Сверло не травмируем Но чем опасна эта история? Тем, что там может возникнуть распаление Фрикмона орбиты Фрикмона орбиты И это сложнейшая ситуация Когда ее нужно разрешать достаточно быстро В противном случае удаление гладного яблока Велик и неизбежно Поэтому, как себя проверить Куда ты установил спуловой имплантат? На наших курсах мы это четко проводим Как на моделях Так и в третий год мы будем проводить Кадаверный курс И здесь, конечно же, мы показываем На обучающих семинарах Как избежать вот этой вот ситуации Следующее осложнение, которое может встречаться И здесь бы я на самом деле разделил на две подгруппы Перфорации слизистой полости рта Когда у нас обнажается резьбовая часть имплантата Или тело имплантата Без уронтрального сообщения Наша тактика будет иметь определенный характер Если же у нас будет перфорация слизистой С уронтральным сообщением То в данной ситуации мы будем вынуждены Удалить интегрированные имплантаты Дабы произвести разобщение гаммеровой пазухи От полости рта При наличии инородного тела Мягкотканная аугментация в таких ситуациях Вообще невозможна У нас будет постоянное прорезание мягких тканей Поэтому, не удалив имплантат Мы не сможем, скажем так, сделать пациента здоровым Удаление интегрированного скулового имплантата Вы представляете, в какой части происходит интеграция Вердикальной части имплантата Поэтому удаление здесь тоже должно быть очень корректное В противном случае, если мы будем пытаться Этот имплантат выкрутить на обратном торке Есть вероятность отрыва скула орбитального комплекса В 90% Производится удаление имплантатов И нагло хрушивается ткани со всеми послабляющими разрезами Для того, чтобы разобщить полость рта от гаммеровой пазухи Следующим осложнением, которое встречается редко И в литературе описывается небольшой случай Когда появляется вот такая история В скуловой зоне на кожу лица, фистулы скуловой области И наша задача здесь добраться до очага инфекции Откуда там возникает инфекция И скорость образования данной патологии Может наступать от 4 месяцев до 7 лет Если 4 месяца, то это, наверное, грубая работа с костью Если через 7 лет, то это тоже грубая работа с костью Как правило, это у нас термическая травма И ирригация, даже если мы будем просить нашего ассистента Из шприца раша сверло То проходя через плотные слои скуловой кости А она по сути всегда относится к кости Д1, Д2 Наружная картикальная пластинка Которую в некоторых случаях мы должны просверлить Насколько стабилизации имплантата Как раз таки перегревается И в асептических условиях у нас происходит Вот это асептическое воспаление Вялотекущее, которое приводит к таким состояниям Такова тактика Мы делаем разрез После щука, по ниточке ариадной Мы доходим между фоциалисом и 3G- До первичного рычага И производим отпиливание Пробегальной части имплантата До здоровых тканей кости До здоровых тканей кости И послойно ушиваем Наше раневое отверстие Это может возникнуть и при квадрозиклом протоколе Это может быть и при других протоколах Важно, если мы установили имплантат корректно Здесь нужна не только оперегация Но и грамотная работа со сверлами И своевременная их замена То есть острота режущего инструмента Превыше всего Но вот это вот слайд Благодаря, конечно же, осложнению Когда мы потеряли имплантат Показывает то, что Остеатомическое отверстие, которое мы делаем На передней стенке пазухи Для диспозиции слайдерской мембраны Через 4 месяца Полностью зарастает Хотя в свое время Когда еще во времена Профессора Магарила Он говорил, что все перфорации Которые мы делаем слизистой Не зарастают никогда Ничего подобного Все зарастает Вот хочется вам показать тоже Клиническую ситуацию Которую в принципе Что на онтоконтемограмме Что на скриншоте КТ Мы с вами видим Костное предложение на верхней челюсть У данной пациентки Плюс возраст Что мы можем здесь Из-за аугментации Предложить Какого вида Будет вмешательство По увеличению объема И мы возьмем Мягкие ткани Для того, чтобы Большой блок Постных Какого структур Перекрыть Соответственно Сковровая имплантация Здесь будет Наиболее Наиболее подходящая Для возрастных пациентов Это просто Будет просто счастье Так выглядит У вас Киртар Ситуация Да Мы видим с вами Что Уже имплантаты Стоят не на небе А стоят на Вершине альвеолярного гребня Но та ли вершина Так ли нам хочется Потому что Мы же понимаем С вами Что с потерей зубов У нас меняется Соотношение Зубной альвеолярной дуги И Несмотря на то Что У пациентки Установлены Ортопедические компоненты И сам имплантат На вершине альвеолярного гребня Протез Все таки Имеет Вестибулярный Болкон Вестибулярный Концор Поэтому Дальше Как бы Идет Развитие Установки Сколовых имплантатов Относительно Постных структур Так выглядит Пациентка До и после Разница Заметна Срок реабилитации При помощи Сколовых имплантатов 4 месяца И пациент Уже с зубами С постоянными Основные принципы Что нужно делать При проведении Медоники Сколовых имплантаций Разрез Умялись Разрез Суберного Дестибулярного И на сегодняшний день Повершение Альвеолярного гребня Это будет Самое оптимальное Дальше Мы должны На передней поверхности Гамерной фазухе Сделать Повышку На передней поверхности Гамерной фазухи Мы производим Аккуратное Анатомическое Отверстие И на шнайдеровском Мембране Мы все это Отодвигаем Внутрь Пазухи Гемостатическая Бухта Позволяет нам Уменьшить Экскурсию Самой шнайдеровском Мембране Для того Чтобы Обраты Альвеолярной Кости В головную Кость Вращающимися Инструментами Не травмировали Шнайдеровском Мембране Самое Важное Сохранить В альвеолярной Части Вестибулярную Кость Это будет Профилактировать То осложнение Которое Я говорил Перпарация Слизистой Полости рта Как быть Если Нам нужно Выполнить Задачу Сохранить Костную Структуру Здесь И поставить Имплантат На вершине Альвеолярного Гребня Сложная Задача Сложная Задача Соответственно Сама методика Тоже Претерпевает Изменения И Сейчас Я по-прежнему Убеждаюсь Что Костная Структура Должна Сохраняться С вестибулярной Стороны Для того Чтобы Наш Слизистый Надкосичный Лоск В послеоперационном Периоде Имел хорошую Фиксацию Не к имплантату А именно Костом Структура В процессе Работы Со Сколовыми Имплантатами Недостаточно Было Инструментов Хотелось Поменять Дизайн Имплантата И Тоже Как бы В своей Практике Стал Заниматься Вот Этими Направлениями Получил Патент На Сверла Получил Патент На Имплантаты И На сегодняшний День Как я уже Говорил Мы проводим Курсы По Обучению Этой Методики Сказать Что Наши Курсы Которые Я провожу От компании Нобель Они сертифицированы И дают После прохождения Этих курсов Право Приобретать Сколовые Имплантаты В компании Нобель В других Компаниях Наверное Можно приобретать Их Просто так Без обучения Но я Не рекомендую Потому Что Здесь Очень Много Тонкостей Нюансов Сложностей Которые В дальнейшем Будут Вызывать Осложнения Сделав Осложнения В первый раз Мы Наверное Эту методику Подвинем В долгий ящик И будем Как исторический Факт С упоминать Но на самом деле Она действительно Очень Хорошая Продуктивная И я бы не работал С ней так долго С 12-го года В 15-м году Появляется Новый дизайн Имплантатов Даже два Имплантата Появляются Это Как это Видни Договорить Переход Друга В другу Зиклона 0 И по-прежнему Зиклона 45 Они отличаются Не только Переключением Платформы Вы видите Что опекальная Часть Уже не имеет Перфункционного Отверстия Резьба Только в опекальной Части тела Остается С покрытием Тайонайт И тут Возникают Споры Делать Это покрытие Тайонайт Или это Делать покрытие Сполированное Многие Понимая Что Проходит Имплантат Через Гайморную Пазуху Хотят Сделать Это полированной Частью Имплантата Или если Перфорация Слизистой Будет У нас Будет Полированный Имплантат И это Будет Хорошо Для гигиены Но на самом деле Задача Хирурга В первую очередь Получить Степень Интеграции Степень Интеграции По всей Длине Имплантата И Работая Длительное Время С этими Имплантатами Я действительно Вижу Не только Полную Интеграцию С Но и Увеличение Объема Костной Ткани В процессе Ее функционирования Благодаря Этим Преображениям Мы Имеем Сейчас Возможность Реабилитировать Вот таких Сложных Пациентов У которых Были проведены Уже Неоднократно Попытки По наращиванию Костной Ткани Слизистая После Множественных Операций Имеет Сумку Изменения Это еще Хуже Работать В этих Условиях Но даже В этих Ситуациях Мы можем Легко Реабилитировать Пациента По прежнему В те же Прочайшие Сроки И При Хорошей Первичной Стабильности Что обеспечивает Резьбовая Часть Имплантата И Тай-найт Я хочу Потом Дальнейшем Получить И здесь Тоже Кость И кость Со стороны Силуса В Авиолярной Бухте Поэтому Здесь На сегодняшний День Очень Хорошо Сочетается Методики Неработы Мало Инвазива Мы не берем Реконструктивные Операции Где требуется Пересадка Сложных Трансплантатов На Сосудисто Анастомозе В 2017 Году Методика Зага Зага Протокол Которая Разработана Карлосом Апарицио Как раз таки Имеет Направленность Анатомического Характера В чем Она заключается Тоже Как бы Установка Имплантата С вестибулярной Стороны То есть Уже Не на вершине Авиолярного Грения А с вестибулярной Стороны Но проблема Перфорации Карлосом Апарицио Решается Вот таким Дисневым Шарфиком Который Является Как бы Трансплантатом На сосудистой Ножке Что Подразумевает Мы можем взять Этот трансплантат Для медиального Имплантата Для дистального Проблема Сохранится Так же Поэтому Методика Карлоса Апарицио Не совсем Хороша Несмотря на то Что появилась У нас теперь Классификация По типу Скулоагиолярного Гремня И вот эти Все вопросы Как должен стоять Скуловой Имплантат Интрасинуссальный Или экстрасинуссальный Нам будет диктовать Анатомия Данного Конкретного Пациента Поэтому Здесь Вот эта Типология Разбор Полетов Очень хорошо Объясняет Строение Вариабельность Строения И по прежнему Я уверен Что у нас Должна здесь Находиться Хвост Либо У нас Минимально Должен Диаметр Имплантата Выбирать За пределы Хвостной Структуры Не ошибается Не ошибается Тот Кто Ничего Не делает Самая Частая Ошибка Это Синуситы Профилактика Синусит Простая На Этапе Планирования Мы оцениваем Ло-органы И далее На Операции Мы Корректно Работаем Со Всеми Структурами С мягкими Тканями Полости Рта Со Шнайдеровской Мембраной С костной Структурой И так далее И так далее Тогда у нас Таких Осложнений Не будет И Понимая Все Вот эти Особенности Все Преображения Как В самом Имплантате В методике Установки Начиная От разреза До Сохранения Костной Структуры Мы можем Получать Великолепные Результаты И даже Выращивать Сосочки На Атрофированных Челюстях В таких Ситуациях Когда есть Условия Мы можем Работать Очень корректно Очень деликатно Еще раз Обращу Ваше внимание Для Квадрозикового Протокола Мы делаем Окно Отодвигаем Шнайдеровскую Мембрану С сохранением Костного окна Не надо Его Отделять От мембраны Переворачивать И как-то Там Закрывать У нас Вот здесь Это окно Полностью Зарастет Полностью Зарастет Костной Тканью Через Четыре Месяца Наша Задача Сохранить Костную Ткань Здесь Костную Ткань Здесь И в дальнейшем У нас Это будет Все Очень Хорошо Мы Можем Уйти За Пределы Вершины Авиолярного Гремня Проведя Имплантат Вглубь И дальше Здесь Я Шуровидным Бором Не снимая Переходник Освобождаю Костную Ткань Для того Чтобы Присоединить Мультиюнит Аватлы И мое Положение Ортопедической Платформы Будет Находиться Вестибулярно От Вершины Авиолярного Гремня С Сохранением Костной Перегородки Поэтому Здесь Конечно Очень важно Знать Все Тонкости Все Нюансы Обратите Внимание Как раз Этот Переходник Предотвращает Повреждения Платформы Имплантатом Как винт Задружка В обычных Имплантатах И в дальнейшем Мы присоединяем Мультиюнит Аватлент И решаем Все те Задачи Которые Поставлены Перед нами Как Иницистами И Вот в таких Ситуациях Когда уже Совсем Нет ничего Мы можем Тоже Пациентов Реабилитировать При помощи Скуловой Имплантации И Вот такими Протезами Выбор Материала Облицовочного Тоже будет Определяться Степенью Межаглярного Расстояния Чем выше Межаглярное Расстояние Тем больше Мы должны Смотреть На эластичные Структуры Это металлоакрил Либо биополимеры На сегодняшний день Там мы Продолжаем Обучение Как внутри Клиники У нас Можно Посмотреть Пройти Обучение По сколовой Имплантации С демонстрационной Операцией Обсудить Все аспекты Более детально Точно так же Мы проводим Катеревные Пульсы На базе Первого Медицинского Института Также У нас Проходит Обучение По базовым Элементам Имплантации И Многие Другие Аспекты Спасибо За внимание Спасибо Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому